Здравствуйте! У нас очередная переделка. Вот такой небольшой домик. По дымоходу на фасаде несложно догадаться, что на этот раз речь пройдет про твердое топливо. Что примечательно, то что котел установлен в помещении кухни, хотя есть отдельная котельня в восточной части здания. Позже поймем почему при осмотре. Первый этаж у нас отапливается исключительно теплыми полами. Второй однотрубная радиаторная сеть. Система отопления открытая в системе этиленгликоль. Так, давайте наш домик смотреть изнутри. Здесь у нас котельная. Сюда мы еще чуть позже вернемся. Самое приятное и необычное, что я здесь нашел, это котел. Смотрите, какая прелесть. Котел совмещен сварочной панелью с духовым шкафом. Собственно, по этой причине он и установлен на кухне. Он будет встроен в общий кухонный гарнитур и выглядеть, на мой взгляд, он будет очень достойно. В котле у нас топка, вот в этом месте есть. Духовой шкаф. Вот он переключается при необходимости. Отсеки для чистки и хранения. Ну и, собственно, варочные панели. Здесь у нас прямой доступ уже в сам котел. В общем, замечательная вещь. Подключен он следующим образом. Вот эта труба у нас переходит уже в полипропилен. Идет на второй этаж у нас, повторюсь, открытая система. Расширительный пак установлен выше. И здесь подача обратно уходит трассой в стяжку и шагают в котельную. В котельной у нас находится циркуляционный насос системы отопления. Вот он установлен. Фильтр. Параллельно радиаторной сети второго этажа у нас подключен насосно-смесительный узел теплого пола. Сколько у нас тут? Пять контуров. И радиаторная сеть, повторюсь, однотрубная ленинградка на втором этаже. Параллельно входу радиаторной сети у нас вот так вот подключен бойлер косвенного нагрева. К этому моменту мы тоже позже еще вернемся. Что у нас еще в доме нашем есть? Есть санузел. Холодно-горячая вода поднимается на второй этаж. Ванна. Как я уже говорил, на первом этаже у нас исключительно теплые полы. Радиаторов у нас вот здесь нет. Радиаторы у нас на втором этаже. Что необычного, то что, смотрите, абсолютно все соединения, в которых есть резиновые уплотнения, они уже все текут. Этиленгликоль сюда был залит всего лишь год назад. Но, тем не менее, все уплотнения уже пострадали. Почему так произошло, я еще пока не знаю. Попытаюсь разобраться в этом вопросе. Но вот по салфеткам видно. И, ну, опять-таки повторюсь, у нас система открытая, без давления вообще. Но, тем не менее, у нас утечки теплоносителя везде. Вот радиаторная сеть у нас по всему второму этажу. Везде салфетки под радиаторами. Санузел второго этажа. Та же история. Ну и последнее, что у нас осталось, расширительный бак открытого типа. Вот здесь, смотрите, он сообщается с атмосферой. Это очень важный момент. Потом мы к нему подойдем. Вот таким вот образом он подключен. Так, теперь давайте рассмотрим, что у нас здесь не так. Что нам предстоит переделать. Я буду рассматривать только какие-то глобальные проблемы. То есть мелочи, типа неправильно установленных фильтров и тому подобное. Мы не будем рассматривать, сэкономим ваше время. Итак, первое, что бы я выделил, это то, что у нас система отопления открытого типа. В систему залит этиленгликоль. И расширительный бак открытого типа установлен в жилой зоне. Это недопустимо. Почему? Потому что этиленгликоль жидкость крайне ядовитая. Особенно при нагревании выделяет ядовитые пары, дышать которыми очень опасно. И точно не стоит. Выход из этой ситуации. Мы будем удалять тот бак, который у нас установлен наверху. Закрывать систему. В будущем она у нас уже будет работать под давлением. И соответственно расширительный бак закрытого типа установим здесь в котельной. Собственно следующее. Необоснованное применение этиленгликольа не замерзайки вообще принста в этом здании. Смотрите. У нас есть еще система водоснабжения, которая была смонтирована без возможности дренажа. То есть трубы заложены в стяжку и расходятся по всему зданию. Соответственно слить мы их не имеем никакой возможности. И это говорит о том, что мы не можем замораживать здание. Иначе мы повредим трубы, нам придется ломать отделку. Раз мы не можем замораживать здание, зачем нам не замерзайка в системе отопления. То есть напомню, этиленгликоль у нас обладает гораздо меньшей теплоемкостью, чем вода. И он значительно снижает КПД нашего котла и эффективность работы системы отопления в целом. То есть выход из этой ситуации мы будем сливать всю нашу незамерзайку, промывать систему, заливать обычную воду. Для того, чтобы наш дом не замерз, мы установим электрический котел, который в случае необходимости сам включится в работу и будет поддерживать минимально необходимую выставленную температуру, чтобы защитить наши коммуникации, наше здание в целом. Так, следующее. Слабая теплоемкость, слабая теплодача нашей системы отопления в целом. Смотрите, у нас буквально несколько контуров теплого пола и несколько радиаторов наверху. И закипятить эту систему котлу не представляет, собственно, никакого труда. Что и происходило, когда заказчик пытался воспользоваться системой. С его слов практически постоянно, ну или периодически он слышал вскипание, бурление в расширительном бачке. То есть, может быть, по этой причине у нас наш этиленгликоль уже на первом сезоне потерял все свои свойства и начал разъедать все резиновые уплотнения по всей системе. Ну, как вариант. Поспособствовало это еще, конечно, этому то, что в системе нет ни одного термометра. Можете себе такое представить. Ну, кроме вот гребенки теплого пола, но термометр показывает температуру после уже смесителя. Котловую температуру мы узнать, вот когда у нас котел работает, ну, никак не можем. Как должен был заказчик ее определять, там, плевать на котел или трубу трогать, без понятия. То есть, ирония вся в том, что в котлу шел вот такой замечательный термоманометр. Даже место специально на выходе из котла есть для него установки вместе с группой безопасностью. Но установить его туда почему-то вот не соизволили. Выход из этой ситуации какой? Мы установим буферную емкость. Это увеличит литраж нашей системы, объем и, собственно, сделает работу котла более комфортной. То есть, и исключит уже вероятность вскипания. Подключим котел мы теплотрассой по потолку из оцинкованной трубы. Мы не будем ломать стяжки, чтобы ее завести. Тут у нас куча порогов и проходов, так как у нас там уже теплый пол. И мы не будем пользоваться существующей трассой из полипропилена, так как полипропилен и твердотопливный котел вещи, на мой взгляд, несовместимые. Так, следующее. Отсутствие внутреннего контура котла. То есть, защита от выпадения конденсата. То есть, у нас котел подключен напрямую, подача обратка к системе. И большую часть времени работы котла у нас стенки, как говорят, плачут. На них налипает сажа, смолы. И они вот можно посмотреть. Уже всего лишь буквально за несколько растопок, у нас плита практически новая, по ней видно, уже все покрылись вот таким вот слоем сажа и смол. То есть, это не вариант чистить его постоянно, да и опять-таки это снижает эффективность. Выход из этой ситуации мы установим трехходовой смесительный клапан, который будет поддерживать необходимую внутреннюю температуру выше точки выпадения конденсата. Это решит эту проблему. Так, далее. Иногда мне вообще сложно понять полет мысли тех монтажников, которые работали до меня на объекте. Но речь идет про горячее водоснабжение. То есть, вернее, пользование этим водоснабжением. То есть, я так понимаю, что если вдруг заказчику, ну, допустим, я не знаю, что захотелось помыться в душе, или там посуду помыть, он должен был для того, чтобы нагреть горячую воду. Если у нас есть температура достаточная в системе отопления, открыть вот эти два крана для того, чтобы включить змеевик, который подключен у нас параллельно радиаторной сети второго этажа. Ну, вот эти два крана, видимо, для того, чтобы эту радиаторную сеть перекрывать, для того, чтобы у нас гарантированно циркуляция существовала по змеевику. Хотя, по кратчайшему пути она и так бы отсюда и пошла. Подождать, пока у нас это дело все нагреется до необходимой температуры. Ну, и в обратном порядке, конечно же, закрыть, чтобы не выхолаживать нашу систему в обратном порядке, когда у нас начнет остывать система. Пойти там сделать все необходимые дела, там помыться или посуду помыть, и, ну, как бы следующему желающему эту процедуру повторить в том же порядке. То есть, ну, понятно, это не вариант, выход из этой ситуации мы змеевик подключим уже к буферной емкости напрямую во вход внутреннего термостата радиаторной сети, позже он будет установлен, и загрузочный насос. В результате логика работы будет примерно такой, то есть температурный датчик в баке, если видит, что там не хватает горячей воды температуры, он делает запрос у нас на бак, если там есть необходимая температура в буферной емкости, то включается загрузочный насос и догревает необходимую нам температуру. Если нет, то автоматически включается электрический тэн, который нагреет наш бак. Вот в таком варианте, то есть уже это будет автономно, без участия заказчика происходить. Вот, ну и напоследок, наверное, осталось у нас холодное водоснабжение. Оно здесь было, но недолго, меньше года. Почему? Потому что оборудование установили всё в кессон, то есть в яму туда, где скважина пробурена, и как положено, оно, естественно, закислилось и отказало. Произошло это меньше, чем за год, и этому ещё поспособствовало то, что реле давления было установлено под пятиходовым штуцером, правильно называется, и в результате конденсат, тот, который на трубе скапливался, он весь стекал прямо в этой реле, и оно закислилось ещё гораздо быстрее. Вот, выход из этой ситуации, понятное дело, мы будем оттуда это оборудование доставать, найдём здесь укромный уголок, куда его установим, и гораздо удобнее будет его обслуживать, не нужно будет лазить в яму, чтобы проверить давление в бачке, и закисать у нас больше ничего не будет. Ну вот, наверное, пожалуй, из глобального это всё. Всё, как скоро мы это сделаем, затрудняюсь сказать, но результаты работы, я думаю, опубликую на своём канале. Так что, всего вам хорошего, до свидания.